Ранее экс-начальник управления транспорта Олег Манушевич говорил, что в ноябре на транспорте, на трамвае Петро Легусе будет валидатор. После того, как он ушел с должности, мне кажется, этот вопрос застопорился. На каком этапе он сейчас и когда городу ожидать эти валидаторы? Смотрите, Олег Леонидович Манушевич говорил то, что вы сейчас спросите. Но сама процедура, валидаторы будут установлены, это обязательно будет происходить, но сама процедура исходила от Олега Леонидовича не совсем закона на размещение этих валидаторов. То есть есть закон, есть процедура от чего? Город. Этим вопросом занимается не предприятие. Этим вопросом занимается город. То есть городская власть объявляет тендер. Сейчас идет разработка, идут наработки этих вопросов. Идет разработка этого направления. И будут конкурс, тендер соответственно по закону проводиться, где будут выявлены участники, которые, скажем так, изъявят желание поставить эти валидаторы. Либо городом это будет закуплено. В основном такие города, которые нам интересовались, как Полтава, Одесса, они сами приобретают за счет бюджетных средств эти валидаторы. И устанавливают их на предприятие. Такое летотранс. Почему? Потому что когда приходит представитель, который инвестор, который говорит, я вот вам ставлю валидатор, но вы будете не платить вот такой процент. У нас был такой момент, и человек запросил 5% от суммы тарифной, себе заработка. И 5% это примерно 15 копеек с 3 гривен. Ну дальше, посмотрите, там еще банк скажет, дайте мне. И так далее. Что ж тогда получит предприятие? Мы за эти 3 гривны боремся, как я не знаю кто. То есть я считаю, что это было заявление, может быть, непродуманное, преждевременное. Сейчас пройдет процедуру со соответствием закона управления транспорта. И я думаю, что это все будет в законной стадии. Ну вот, например, виза готова была предоставить 100 бесплатных валидаторов Николаеву электротрансу. Да, но вида просила 15 копеек и 5% доходок на себя. Плюс еще банк, который будет делать обслуживание. Сколько это уже будет? Еще 15. Это уже предприятие будет получать не 3 гривны, а минус 30 копеек, это будет получать сколько? 2,70, да? Ну вот, видите, мы тоже умеем считать. Мы посчитали, прошли, сказали, что мы не согласны на таких условиях участвовать. Но вида еще, кто там, я не знаю, как ее называли? Ви. А? Виза, да? Она еще не знает, где они, она должна, по-моему, появиться еще. Где-то они там еще ходят, думают. Мы им дали свои предложения. Скажали, что это дорого. Что давайте по-другому отнесемся к этому.